Привет всем! Завершились еще две игры до восьмого финала. Известные очередные участники четверть финалов. Япония уступила Хорватии в серии пенальти 1-2. Впервые на турнире был назначен экстра тайм. В основное время забивали японец Маэда из клуба Селтик и Хорват Перешич из Тоттерхэма. Герой встречи, вратарь Доминик Левакович из Динамо, Загреб отразил три пенальти и признан лучшим в этой игре. Команды встречались в четвертый раз. Первый матч выиграли японцы 4-3 в 1997 году. Через год Хорваты на чемпионате мира взяли реванш 1-0. Через 8 лет после этих событий была нулевая ничья, а в 2022 году вторая победа шашечных. Сборная Хорватии не проигрывает десятую игру подряд во всех турнирах, 7 побед и 3 ничьи. Игра прошла на стадионе Эль Джануп. Это последняя игра на этом красавце. Во второй игре Дня Бразилия разгромила Южную Корею. В игре принимал участие Неймар, залечивший травму. Авторы голов на вашем экране. Отмечу Ришар Лисона, который уступил Неймару пенальти и высшие силы за это вернули ему добро в виде забитого мяча. Встречались команды до этого 5 раз. Корейцы выиграли самую первую игру в 1999 году. Бразильцы все остальные. Интересно, что сборные перед чемпионатом мира провели дружеский поединок, закончившийся с разгромным счетом 5-1. Неймар тогда реализовал 2 пенальти. Итак, эта игра стала для южноамериканцев 113 на чемпионатах мира и это новый мировой рекорд. Игра прошла на стадионе 974. Этот красавец прощается с турниром. Теперь давайте посмотрим схему плей-офф и узнаем пары 1-4 финала. Друзья, чемпионат мира по футболу, переход в стадию плей-офф. Это значит, что сейчас самое время зарабатывать. Телеграм-канал Утка Геймс дает на каждый матч чемпионата бесплатный прогноз. То есть каждый день по 2-3 прогноза. Поэтому заходите в их телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. По итогам сегодняшнего дня Азия теряет сразу две команды. Вслед за Австралией, Саудовской Аравией, Ираном, Катаром вылетает Япония и Южная Корея. Также вы видите, что без участников осталась Северная Америка. Итак, схема плей-офф. Сборная Нейрландов, которая обыграла США 3-1, в следующей стадии сыграет с Аргентиной, победившей Австралию 2-1. Игра ожидается 9 декабря. Франция была сильнее Польши 3-1 и вышла в 1-4 финала, где 10 декабря сразится против англичан, которые выбили Сенегал. Финалисты прошлого сезона. Хорваты переиграли по пенальти Японию и вышли на Бразилию, которая разгромила Южную Корею. Встреча запланирована между ними на 9 декабря. Что нас ждет дальше? 6 декабря, то есть завтра, состоится последняя игра на 8 финала. В 6 вечера по Москве Марокко-Испания. В 10 вечера Португалия-Швейцария. Лучший бомбардир и ассистент Мбаппе Франца забил 5 мячей. Гарри Кейн – лучший ассистент 3 передачи. Ставьте класс, и с вами был Алекс Спортивный, услышимся еще!